Добрый день! С вами Ярослав Воробьев, главный редактор портала avreport.ru. Еще совсем недавно российские бренды на нашем рынке аудиотехники были представлены в очень ограниченном количестве, но сейчас ситуация начала меняться. О причинах этих перемен, наверное, лучше всего сможет рассказать мой коллега по программе «Стереоправда» Михаил Кучеренко, хотя тема эта настолько глубокая и интересная, что ей можно было бы посвятить отдельную передачу. Сегодня же мы предлагаем вашему вниманию обзор интегрального усилителя Skyber Amploi, который в этом году был номинирован на премию Top High-End и даже стал ее победителем. Вот эта награда. Уже на выставке Hi-Fi & High-End Show он произвел на меня очень приятное впечатление, и вот теперь настало время познакомиться с ним поближе. Молодая российская компания Skyber в шоу-руме, в которой мы сейчас находимся, была основана в 2019 году. Интегральный усилитель Skyber Amploi – это ее дебютный проект. Усилитель практически полностью делается в России. Наша разработка, дизайн, изготовление печатных плат и сборка. Компания Skyber проявляет вполне здоровые амбиции и подходит к делу очень серьезно. К примеру, шоу-рум, в котором мы сейчас находимся, прекрасно спроектирован и отлично подходит для оценки качества звучания аппаратуры. Усилитель Skyber Amploi воплощает концепцию минимализма в стиле Lifestyle. Он очень стильный и компактный. Корпус Amploi изготовлен из алюминия и может иметь четыре варианта отделки – глянцевая черная или белая краска, либо черное или серебристое анодированное покрытие с брашированием. Выполненный в валконичном стиле, фасад усилителя симпатично изгибается на краях, плавно переходя в боковые панели. Верхняя крышка аппарата тоже алюминиевая, она сделана в черном цвете и перфорирована для лучшего воздушного охлаждения. На нижней панели, кроме четырех ножек с резиновыми подкладками, скрыт сюрприз, а именно несколько десятков размещенных по периметру светодиодов, благодаря которым в усилителе реализована фирменная технология цветомузыкальной подсветки. Функция цветомузыки, которая поначалу может восприниматься в аппарате подобного класса как нечто чужеродное, на практике весьма органично вписывается в общий антураж, не отвлекая, а скорее наоборот способствуя погружению в музыкальную ритмику. На фасаде, согласно идеологии минимализма, размещается одна многофункциональная кнопка, один светодиод и одна круглая ручка. На этом всё. Расположенная слева кнопка включает или отключает усилитель, заодно являясь селектором программ цветомузыки и индикатором неисправностей. Стоящая справа ручка регулирует громкость, а близко посаженный к ней светодиод сигнализирует о перегрузке усилителя и необходимости уменьшения громкости. На обратной панели центральную позицию занимает гнездо электропитания. Правее разместились две пары качественных акустических клемм, а левее – секция входов, зона контроля и земляная клемма. Сигнал на усилитель можно подать только с одного источника, воспользовавшись либо несимметричным входом с разъёмами RCA, либо балансным входом с разъёмами XLR. Выбор нужного входа осуществляется с помощью расположенного тут же переключателя. Переходим теперь в зону управления. Кнопка Mode настраивает яркость цвета музыки или отключает её. Селектор Volume Control Power Direct подаёт входной сигнал через регулятор громкости, либо обходит его. В последнем случае громкость предлагается регулировать с источника, проигрывателя или ЦАПа, что может быть наилучшим решением, так как своего пульта дистанционного управления Skyber Amploi не имеет. Два гнезда в зоне управления – это триггерный вход и выход, наличие которых станет приятным сюрпризом для инсталляторов домашних HV-систем. Триггерный выход параллелен входу и актуален только при наличии поступающих на вход управляющих сигналов, передавая их по цепочке дальше. Давайте теперь заглянем внутрь усилителя. Под капотом Skyber Amploi наблюдается симметричная архитектура, двойной блок питания и раздельные платы усиления для двух каналов, выходные каскады которых оборудованы парой массивных радиаторов. Питание организовано на базе импульсных блоков Minwell EPP-227. Так как усилителю требуется напряжение разной полярности и суммарные 400 Вт мощности, то в схеме используется сразу два таких модулей. В печатных платах применена медная фольга толщиной 105 микрометров, что в три раза выше стандарта. Для регулировки громкости на входе устройства используется японский потенциометр Alps RK-27. Входные каскады каналов спроектированы на базе операционных усилителей Burr-Brown OPA-1656. В каждом выходном каскаде включены параллельно сразу четыре микросхемы Texas Instruments LM3886, собранные в композитную связку с операционным усилителем OPA-1611. Реализованная схема демонстрирует хорошую эффективность. Выходная мощность составляет 2 по 110 Вт на нагрузке 4 Ом или 2 по 55 Вт на 8 Ом. Кроме того, раздельное исполнение каналов позволяет использовать усилитель в мостовом режиме, обеспечивая выходную мощность 220 Вт в одном канале с нагрузкой 8 Ом. Полоса воспроизводимых частот Amploi простирается от 10 Гц до 50 кГц с неравномерностью в слышимом диапазоне не превышающей 0,15 дБ. Усилитель имеет очень низкие искажения, минимальный уровень шумов, отношение сигнал-шум больше 115 дБ и очень высокий демпинг-фактор, превышающий 2000. Создатели Amploi позаботились о всесторонней защите усилителя и надежной коммутации, построив соответствующие секции на оптронах и реле. Здесь предусмотрена защита от короткого замыкания и от составляющей постоянного напряжения на выходе, от статического электричества на корпусе и разъемах, от перегрева и от неисправности в блоке питания. Для справки, перегрев усилителя наступает при температуре 95 градусов. В этом случае он автоматически отключится и не будет работать, пока не остынет хотя бы на 10 градусов. Теперь настало время перейти к прослушиванию. Усилитель был определён в тестовую стереосистему, которую можно охарактеризовать словами «блеск» и «практичность». Блистать положено по статусу акустическим системам BMW 803 D3. Ну, точно не они будут в нашем тесте пресловутым бутылочным горлышком. Другие компоненты стереосистемы отвечают за практичность, а именно профессиональный ЦАП и АЦП LINX, на который подавался сигнал по USB с ноутбука, межблочные кабели ZOMER Cable XLR и медные акустические кабели INACUSTIC. Первым впечатлением от воспроизведения Skyber Amploi идёт очень ровный звук с образцовым тональным балансом. Второе впечатление – отличное звуковое разрешение с аккуратными, естественными тембрами и богатой абертональной картиной. Нейтральность и педантичность усилителя в отработке подробностей поначалу воспринимается как суховатая и несколько сдержанная манера исполнения, но, послушав некоторое время, начинаешь ценить прекрасный контроль и тайминг звучания. А что касается манеры, усилитель просто не даёт ничего сверх того, что имеется в записи, никак её не приукрашивает. Такой вот почерк, отчасти сходный с аудиокомпонентами мониторного класса. Подобный характер воспроизведения позволяет поэкспериментировать с другими компонентами тракта, добиваясь более яркой звуковой палитры и более эмоционального воспроизведения, в зависимости от индивидуальных предпочтений. А ещё у этого усилителя есть качество, которое напрочь затмевает всё остальное. И это вовсе не цветомузыка. Как только мы перешли к более сложной по композиции и составу исполнителей музыки, прежде всего к оркестровой классике и джазу, наш шаблон был буквально порван в клочья. Усилитель нарисовал изумительную по объёму и разделению образов музыкальную сцену, кристально прозрачную по ширине и глубине и точную по локализации инструмента. Даже рядом стоящие голоса или инструменты с близкими тембрами легко отделялись друг от друга. Периферия сцены прорисовывалась не хуже, чем центр. Эшелонирование иначе чем безукоризненным не назовёшь. И в довесок звуковая динамика ничуть не влияла на точность изображения. Если закрыть Amploi шторкой, то разыгравшееся воображение само нарисует high-end усилитель, который стоит по меньшей мере миллион рублей или даже больше. До этого момента я делился в основном своими собственными впечатлениями, собственными ощущениями от усилителя Skyber Amploi. Но тут случилась магия. Я потёр награду топ-хай-энд и вызвал даже не то чтобы дух Михаила Кучеренко, а самого настоящего Михаила Кучеренко, который любезно согласился составить мне сегодня компанию в прослушивании даже не просто усилителя, а всей системы. И, Миш, очень тебя прошу. Ты, насколько я понял, достаточно внимательно послушал эту систему. Не мог бы ты рассказать о своих впечатлениях? Что ты сегодня услышал? Во-первых, всем привет. Во-вторых, Ярослав, спасибо за такую витиеватую подводку к моему появлению здесь. На самом деле я с удовольствием сюда приехал, и пока вы здесь записывались, я поговорил с создателями этого чуда. Это Григорий Мажоровский и Роман Ромащенко, которые меня дополнительно ввели в курс и схемотехники, и самого проекта, то есть в каком направлении он развивается. И поэтому, когда ты мне задал этот вопрос, я на него могу отвечать с разных сторон, потому что в зависимости от того, в каком контексте мы это обсуждаем. И когда вот вы делали предварительные прослушивания, а мы сидели с Романом и Григорием, рассуждали на тему их проекта, я им сказал, что, в принципе, мои положительные впечатления могут продолжаться дальше, если мы определим сегодняшнее прослушивание в более понятном для меня хаэндом контексте или в более понятном для них все-таки контексте, но это грубо будет звучать, да, лайфстайл. Потому что я задал вопрос по поводу колонок BMW. Да, я против BMW ничего не имею. Но, допустим, все-таки эта компания при всем уважении, и многие студии звукозаписи ее используют. Более того, я когда делал калибровку на смесь Research, в Лос-Анджелесе стояла система VAX Studio именно из семи или восьми колонок BMW. Это оказалось самой удачной калибровкой, я к ним отношусь с большим уважением. Но, возможно, я не прав, вот ты меня сейчас можешь поправить, что все-таки BMW в целом на фоне других акустических систем, типа Уилсона, Вандерстина, там, Пик Консалта, Маджико, это все-таки больше относится к категории лайфстайл-колонок. И вот в этом контексте я готов сказать, что на меня эта демонстрация произвела очень хорошие впечатления своей мелодичностью, такой певучей подачей, своим таким теплым тембром. Ну, я думаю, мне больше всего понравилось, во-первых, создание такого очень широкого пространства, а тут, кстати, немаловажно, что это, пожалуй, одна из лучших комнат прослушивания, в которых я был за многие годы. Вот, здесь явно очень грамотно обработано, может быть, чуть-чуть переглушено, не знаю, кажется мне это или нет, но, во всяком случае, здесь очень хорошие условия. И вот в рамках всех этих очень хороших условий на этой демонстрации действительно было очень много звуковой пиротехники. Я имею в виду... Что ты имеешь в виду? Ну, хорошо. Вроде бы ничего не взорвали сегодня, пока еще. Ну, хорошо. Если не пиротехники, то эквилибристики. Да, то есть были звуковые эффекты, которые, если бы не вот такое подготовленное помещение, возможно, я бы не услышал. В частности, на Роджере Вотрешсе были очень четко сфокусированы вот эти кью-саунд эффекты. И, ну, на Дайане Кралл очень хорошо и очень так деликатно ее сопровождение на рояле прозвучало. Действительно, очень музыкально, очень деликатно и очень певучее. И действительно, поскольку я ее репертуру знаю очень хорошо, на меня эта демонстрация оставила сильное впечатление. Но теперь, значит, это были хорошие новости, в чем я вижу не очень хорошие новости. Некая гомогенная подача. То есть все вот эти фонограммы звучали, ну, в целом, очень похожим образом. То есть вот эта подчеркнутая певучесть, вот эта подчеркнутая такая меланхолия, вот эта такая подчеркнутая, как лейтмотив, минор. Да, вот, может быть, это так были подобраны фонограммы. Но здесь, когда я слушал его, опять же, это не проблема усилителя, это в целом звук. Было ощущение какой-то чуть такой вот упрощенной текстуры именно звука. В заключение я хотел бы сказать, что вот этот вот усилитель Skyber Amplay лично на меня произвел очень приятное впечатление. Мне понравилась та демонстрация, которая сегодня здесь происходила. Звучание показалось мне весьма и весьма эффектным. А очень интересно, действительно, было бы послушать этот усилитель в другом контексте с понятными, эталонными, уже чисто хай-эндными акустическими системами. Вот это было бы очень любопытно. И надеюсь, что Skyber нас еще либо пригласит сюда, либо как-нибудь мы их усилитель можем использовать в одной из наших программ на нам понятных вещах. И мне очень это хотелось бы сделать. И это звучит для меня очень интересным экспериментом. Спасибо. Тебе спасибо, что пригласил. И спасибо компании Skyber, которая, в общем, действительно на меня произвела в целом довольно большое впечатление. Спасибо. Спасибо, всем привет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok